Наша Вселенная поистине безгранична. Для человека ее размеры и время существования практически бесконечны, однако по-настоящему раскрывать ее мы начали совсем недавно. Неудивительно, что в своих холодных темных глубинах космос и сейчас стоит немало загадок мироустройства, а также множество удивительных объектов, о которых нам только предстоит узнать. Тем не менее, многое человечеству удалось увидеть и изучить уже сейчас. Представьте, нам известно, что на просторах Вселенной существуют огромные диаметром с небольшой город сверхплотные атомные ядра, вращающиеся вокруг своей оси со скоростью в несколько сотен оборотов в секунду. Их поверхность раскалена до миллиона градусов Цельсия, а чайная ложка вещества, из которого они состоят, весит 4 миллиарда тонн. Эти объекты отправляют нам повторяющиеся сигналы с настолько точной периодичностью, что их можно использовать в качестве эталона времени, а также для навигации космических аппаратов. Конечно же, это пульсары, тлеющие сердца огромных звезд, некогда закончивших свою жизнь во взрыве сверхновой. Если вы также, как и наша команда, увлечены космосом, то вам не обойтись без качественного телескопа и аксессуаров к нему. С этим оборудованием, а также биноклями, микроскопами, зрительными трубами, домашними планетариями и приборами ночного видения вам поможет лучший интернет-магазин оптической техники observer-msk.ru. Грамотные консультанты, приятные цены, постоянно обновляемый раздел с акциями и быстрая доставка по России. Все это по ссылке на экране и в описании. Не забудьте заглянуть. Когда в ядре звезды с массой в несколько раз больше солнечной заканчивается водород, питавший термоядерные реакции в течение миллионов и даже миллиардов лет, жизнь светила подходит к концу. Вместо легкого водорода она начинает сжигать все более тяжелые элементы. Гелий, затем кислород, углерод, неон и далее вплоть до железа. Тем временем структура звезды дестабилизируется. Идеальный баланс между силой реакции, выталкивающих вещество из недр к внешним слоям и уравновешивающей ее гравитацией, давящей от поверхности к центру, нарушается. Это приводит к постепенному расширению внешней оболочки и одновременно уплотнению и сжатию ядра звезды. В какой-то момент вещество в центральной части становится настолько плотным, что оказываемая им гравитация приводит к коллапсу ядра, резкому падению на него внешних слоев и вспышке сверхновой. Колоссальное количество света, энергии и материалов выбрасывается в межзвездное пространство, образуя впечатляющую туманность, которая в дальнейшем послужит строительным материалом для новых звезд и планет. Все же, что остается на месте материнской звезды – сверхплотный объект, сформированный из остатков ее ядра. Если масса светила была достаточной, ядро превратится во всепоглощающую черную дыру, вырваться из которой не может даже самый быстрый объект во Вселенной – квант света – фотон. Если же масса исходной звезды была меньше необходимого предела, сценарий ее перерождения во взрыве сверхновой становится несколько иным. Ядро быстро сожмется до крошечного диаметра не более 20-30 километров, масса его при этом останется огромной, примерно в полтора раза больше, чем у нашего Солнца. Вещество в этом звездном остатке уплотнится до такого состояния, что чудовищная гравитация возьмет верх над сильным взаимодействием, удерживающим на своих местах составляющие атом частицы. Протоны и электроны под действием сверхвысоких температур сольются в нейтроны, которые в свою очередь сдавятся вместе практически вплотную, хотя в обычном, знакомом нам с вами веществе, между атомными ядрами находятся огромные по молекулярным меркам полости. Плотность такого вещества чрезвычайно высока. Всего лишь чайная ложка его будет весить 4 миллиарда тонн, больше, чем высочайшая гора Земли, Эверест. Дальнейший коллапс в черной дыру останавливает недостаточная масса внешних слоев и колоссальное давление материи в центральной части. В какой-то момент две этих силы достигают баланса, и объект стабилизируется. Так рождается нейтронная звезда. Маленький сверхплотный горячий объект с температурой поверхности от 100 тысяч до миллиона градусов Цельсия, вещество которого, в отличие от привычного, на 95% состоит из частиц с нейтральным зарядом. В момент гравитационного сжатия импульс вращения материнской звезды сохраняется и усиливается за счет возрастающих при коллапсе центробежных сил, поэтому молодые нейтронные звезды вращаются вокруг своей оси с невероятной скоростью. Некоторые из них, образовавшиеся в двойной системе, получают дополнительное ускорение за счет сближения с компаньоном. Известный на сегодня рекордсмен XTE J1739285, как предполагается, совершает более тысячи оборотов за одну секунду. Нейтронные звезды обладают также сильным магнитным полем, вращающимся с той же скоростью, что и тело звезды, но с наклоном относительно ее оси. Поле увлекает заряженные частицы вдоль магнитных полюсов, ускоряя их до околосветовых скоростей, что приводит к появлению двух мощных пучков излучения, по одному от каждого полюса. Из-за разности наклона осей поток частиц и излучаемые ими волны меняют направление по мере вращения звезды. Для земного наблюдателя такой объект выглядит пульсирующим, испускающим импульсы со строгой машинной периодичностью. Из-за такой особенности звезды подобного класса были названы пульсарами. Теоретическая модель нейтронной звезды была разработана американским физиком Робертом Оппенгеймером и канадским ученым Джорджем Волковым в далеком 1939 году. Однако впервые обнаружить такой объект удалось лишь спустя три десятилетия. В 1967 году Джоселин Белл, аспирантка Энтони Хьюиша, руководящего группой радиоастрономов из Кембриджского университета, занимавшийся поиском квазаров с помощью прибора, способного фиксировать быстрые и случайные изменения в интенсивности радиоволн, обнаружила в полученных данных загадочные высокорегулярные сигналы, очень отличающиеся от случайных, которые можно было бы ожидать от квазаров. Это явление было объяснено узкой направленностью радиолуча от быстро вращающегося объекта, своеобразного космического радиомаяка. Однако, учитывая скорость вращения, любая обычная звезда разрушилась бы от центробежных сил, в то время как найденный объект оставался стабильным. На роль такого маяка была пригодна только нейтронная звезда. Найденный Джоселин Белл пульсар PSR-B1919-21 с периодом вращения 1,34 секунды считается первой открытой нейтронной звездой. Интересен тот факт, что Энтони Хьюиш, совместно с другим изобретателем, использовавшегося в исследовании радиотелескопа Робертом Райлом, в 1974 году был удостоен Нобелевской премии по физике за вклад в радиоастрономию. Непосредственную же первооткрывательницу Джоселин Белл премия обошла стороной, хотя в какой-то момент ей пришлось серьезно убеждать своих коллег в необходимости проведения дополнительных исследований, так как они сочли обнаруженные ей сигналы лишь помехами от земного источника. Решение Нобелевского комитета вызвало широкую критику в научном сообществе, но осталось неизменным. Тем не менее, несмотря на несправедливость в прошлом, на сегодня Джоселин Белл признана одной из самых влиятельных женщин-ученых Великобритании. Ее вклад в развитие науки сложно переоценить. Она имеет почетное членство во многих престижных научных организациях и является бывшим президентом Эдинбургского королевского общества Национальной академии наук Шотландии. Большинство нейтронных звезд, открытых нами на сегодня, являются пульсарами за счет более широких возможностей их обнаружения по излучаемым импульсам. Однако срок жизни нейтронной звезды в качестве пульсара по космическим меркам невелик. Из-за мощного излучения и постоянной потери частиц в активных потоках у полюсов, ее вращение постепенно замедляется. Источники импульсов ослабевают, пока окончательно не прекращают выделение энергии и материала. По современным оценкам, по прошествии 10 миллионов лет, вращение одиночного пульсара останавливается полностью. После этого остановившаяся нейтронная звезда будет медленно остывать в течение многих миллиардов лет. Гораздо дольше активными могут оставаться пульсары, существующие в двойной системе. Наблюдения показывают, что наиболее часто встречается пара, в которой роль компаньона нейтронной звезды выполняет белый карлик. При достаточном сближении с партнером он становится донором материала, перетекающего на обладающий намного более сильной гравитацией пульсар. Акреция вещества, падающего на нейтронную звезду вдоль силовых линий магнитного поля, приводит к выделению дополнительной энергии у магнитных полюсов и значительному нагреву, благодаря чему пульсар начинает интенсивно излучать и в рентгеновском диапазоне. За счет монструозной гравитации, в 200 миллиардов раз превышающий земную, каждый грамм вещества, упавший на нейтронную звезду, дает около 2 килотонн энергии в тротиловом эквиваленте. Сближение двух светил увеличивает их скорость вращения, за счет чего период действия нейтронной звезды в качестве пульсара может быть продлен. После того, как партнер будет полностью поглощен, звезда может начать новый этап трансформации. Если ее масса, с учетом захваченного вещества превысит три солнечных, сил гравитации в ее ядре будет достаточно для того, чтобы сломить сопротивление нейтронного вещества в центре и возобновить некогда остановленный гравитационный коллапс. Таким образом, рентгеновский пульсар, когда-то существовавший в двойной системе, превратится в область пространства-времени, чья гравитация не позволит выбраться из нее ни одному объекту во Вселенной — черную дыру. Как же устроены пульсары и нейтронная звезда? Такой объект совсем не похож на обычную звезду вроде нашего Солнца — гигантского шара из горящего газа. Как ни странно, в нейтронных звездах под тонким слоем крайне плотной атмосферы толщиной от нескольких миллиметров до десятков сантиметров, формирующей все тепловое излучение светила, обнаруживается поверхность из сверхтвердого кристаллического вещества с плотностью в 400 миллиардов раз превышающую плотность железа. Ближе к недрам звезды вещество в своем составе увеличивает долю свободных нейтронов. Внешнее ядро можно рассматривать как нейтронную жидкость, лишь на несколько процентов загрязненную электронами и протонами. Эту экзотическую форму вещества на сегодня невозможно повторить в лабораторных условиях, поэтому ее свойства достоверно неизвестны. Предполагается, что у массивных нейтронных звезд есть и внутреннее ядро. Его радиус может достигать нескольких километров, а плотность в центре может превышать плотность атомных ядер в 10-15 раз. Существует несколько гипотез, описывающих состав и состояние вещества во внутреннем ядре. Подтвердить или опровергнуть ни одну из них также невозможно. Вероятно, частицы в ядре могут двигаться на околорелятивистских скоростях. Кинетическая энергия движения нейтронов, смешанных с небольшим количеством протонов и электронов, столь велика, что постоянно происходят неупругие столкновения частиц. В процессах столкновения рождаются все известные в ядерной физике частицы и резонансы, которых насчитывается более тысячи. По всей вероятности, в ядре нейтронной звезды может присутствовать большое число еще неизвестных нам частиц или даже форм вещества. Наиболее близкий к Земле пульсар расположен по космическим меркам довольно близко, в 280 световых годах в созвездии Кита. Даже если предположить, что гипотетический аппарат смог бы приблизиться к этому объекту на достаточное расстояние, интенсивные потоки заряженных частиц, магнитное поле и невероятная гравитация в миллиарды раз более сильные, чем на Земле, скорее всего, уничтожили бы данное устройство еще на подлете. Тем не менее, пульсары крайне важны для изучения космоса и физики. Они оказали огромное влияние на эксперименты с гравитационными волнами, рассказали об особенностях поведения сверхплотной материи, а также, благодаря своим свойствам своеобразных космических маяков, помогают в измерении расстояний во Вселенной. Не удивлюсь, если в дальнейшем они раскроют нам еще больше тайн космоса. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, оформить подписку и нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Оставляйте комментарии, это поможет продвижению канала. Ну и напомню, что мы есть в Телеграме, на Дзене, Рутубе и Ютубе. Все ссылки в описании. Смотрите нас на удобной для вас платформе. Я с вами прощаюсь, всем пока.